Приветствую! Гутен так! В общем, всем привет! Самым милым котом на свете пришли для вас с новым форматом. Таких видео на канале еще не было. Это покупки с Алиэкспресс. О том, понравится вам или нет, мы с Цезарем сможем понять по вашим лайкам и комментариям. И если вам интересно посмотреть, что же мы с Цезарем подготовили для вас, желаем вам приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ох, ребят, как же я люблю такие маленькие прогулочки! Очень рада, что взяла вас с собой. Села и разложила все-все свои покупочки с Али. Я удивилась, что с прошлого года я умудрилась назаказывать немало всего. Самый-самый первый заказ с Алиэкспресс случился в начале ноября 2020 года. Не так давно и не так недавно, знаете, за год можно уже распробовать сервис. Как там с доставкой, не с доставкой. У меня проблемы с посылкой были всего за год один раз. Одна посылка ко мне так и не доехала. Я ждала-ждала, думала, что может где-то укрпочта потеряла. Но прошло уже очень много месяцев и посылка не у меня. Мне даже продавец уже денежку вернул. Поэтому об этом я тоже расскажу. В плане того, насколько там опасно, не опасно на Али заказывать. Но смогу поделиться я с вами только своим личным опытом. Я не массово что-то заказываю, не на продажу, не оптом. Просто для себя там поштучно. И в целом я больше довольна. И можно сказать, я стала таким фанатом Алиэкспресс. В плане одежды, аксессуаров я вообще не пренебрегаю китайским качеством. Но в плане косметики у меня есть кое-какие предубеждения, которые то становятся сильнее, то меня попускают периодически. Я снова покупаю на пробу что-то из китайских брендов. Бьюти Глейст, Фокалюр и так далее. Но не мое. Это вообще не моя сфера. У подобной косметики много фанатов. Но сразу говорю, что в видео косметики не будет. Да, у нас канал MJ Makeup Makeup. То есть макияжное вдохновение. Но я хочу на этом канале вас вдохновлять не только макияжами. Я думаю, что наша жизнь у всех не вокруг макияжа одних крутится. И будет очень круто, если я смогу быть для вас полезной. И в других сферах тоже, учитывая, что я в каждом видео сижу в каких-то украшениях, какой-то одежде. И вы периодически спрашиваете, где что покупаю. Мне кажется, что очень круто будет вести подобный формат на канал. Так как видео болтательное, завариваем, ребят, чаёчек, кофеёчек. У меня сегодня кофе с Макдональдсом. Потому что вчера, ребят, не делали вакцину. И я упаду устала. Поэтому сегодня мы с утра проснулись с мужем и решили, что надо побаловать себя Макдональдсом. Люблю я вот эту всю гадость, не очень полезную. Ну, что со мной поделать? Поэтому вздрогнем за вас стаканчиком капучинки. Хорошо, ребят. Люблю кофе, ничего не могу с собой поделать. Наш сегодняшний променад по моим удачным покупкам с Али. Я хочу начать с рассказа, как вообще это осуществляется. Раньше я, когда, как и многие, наверное, заходили на сайт Алика, и глаза разбегаются, куча всяких кнопок, вообще ничего не понятно. Меня сподвиг на первый заказ мой друг знакомый, который заказывал себе, по-моему, чехол для телефона. Я такая, о, ты же недалеко от меня живёшь. Ну, я начала расспрашивать, на какую почту это приходит, сколько там доставка занимает. И раз ему заказы приходили, я думаю, ну, окей, значит, и мне, наверное, смогут дойти. Я вот сейчас, когда анализирую, понимаю, что, возможно, у меня такая какая-то сильная стигма по поводу китайской косметики по той же причине, что мне казалось, что на Али просто забирают ваши деньги, ничего никуда не доходит, особенно до Украины, потому что очень далеко. И когда я уже начала заказывать на Али, и мне посылки начали приходить, как-то у меня всё это предубеждение куда-то убежало. Повторюсь, из всех-всех моих заказов, которые я делала, ко мне не доехал только один. Не могу сказать, что прям всё радужно, то есть даже то, что к вам доходит, частенько случается ожидание, реальность. И нужно понимать, что вы всегда покупаете кота в мешке. Знаете, такой лёгкий кот Шрёдингера по версии Алиэкспресс. То ли вам придёт что-то суперклассное за маленькие деньги, а то ли вы даже копейки потратите, и вам будет этих копеек жалко. Потому что вы можете открыть посылку, увидеть полное Г, и это сразу в мусорку отправить. Потому что это даже передаривать будет стыдно. Такое у меня тоже было. Покупала я пару раз серёжки, которые просто выглядели как, не знаю, что-то божественное на картинке. И когда я их получала на Укрпочте, у меня такое, это что мне? Ну это не то, что на себя одеть. Верхно было поломанное, либо одна серёжка была поломанная. И такое тоже случается. Поэтому в дальнейших видео, если вам это зайдёт, то я смогу и про неудачные покупки снимать, и про удачные. И как это всё можно гуглить, искать. Очень такая обширная тема. Я знаю, что на YouTube Алиэкспресс очень давно такой формат распаковок, каких-то лайфхаков. Но для меня это всё в новинку. Я как-то сами видео, которые на YouTube не смотрела, и начала заказывать с Алиэкспрессом чисто как-то самостоятельно, ничего не гуглив. Потому что я очень сильный анимешник в душе. Я смотрю аниме где-то с седьмого класса. И по сей день очень сильно всё это дело люблю. Я думаю, по оформлению фона это видно. У нас тут токийские гульки. Тут атака титанов. Фигурки с Наруто. И в Украине очень мало фанстава, особенно качественного. И вот это меня, собственно, исподвигло, что я понимала, на Алиэкспрессе можно найти просто всё. Вот статуэток до каких-то, не знаю, аксессуаров, которые можно использовать в жизни. И они действительно будут с аниме, и не будут стоить всех денег мира. Потому что в Украине, даже если у вас что-то есть такое в продаже, оно будет стоить очень-очень много. Первое у меня, ребят, под рукой это маски. Очень актуальная вещица. Сейчас мы не можем выйти на улицу, если нету маски в сумочке. Потому что вас в общественное место, в торговый центр не пустят, там на почту, за продуктами. У меня здесь две разных маски от разных продавцов. К сожалению, сами продавцы уже не актуальны. Я буду стараться вам кидать скрины на экран. То, что всё ещё есть у продавцов. То есть вы, когда заходите, вы можете найти один тот же товар у разных продавцов. Я буду показывать то, что именно я заказывала. И не всё, что у меня здесь есть, ещё актуально. То есть вы сможете именно по фото или по названию пробить на самом Алике, но уже у другого продавца. Потому что периодически магазинчики эти закрываются и постоянно что-то меняется. Суть в том, что вообще у меня сейчас должно было бы быть в руках три маски. Но одна из них это как раз то, что ко мне не доехало. Единственное со всего моего опыта заказов. Первая маска, которую я ношу уже полгода. Она немножко в катушках, поэтому я и купила другую следующую, чтобы посвежее была. Стирается отлично. Давайте я продемонстрирую. Во-первых, вот так у меня выглядит сейчас оборотная сторона. Видите, она очень заляпанная. И это у меня маска, которую я одеваю, если я накрашена. То есть я понимаю, что мне не сильно жалко будет. Чем удобно, здесь регулируются. То есть вы можете себе затянуть, растянуть, как по вашему лицу, чтобы село. Так, аккуратно, серёжечки. Оп. Здесь у меня Шаринган Мангикю, если не ошибаюсь. Значок Акадский. Короче, те, кто любит Наруто, тот поймёт. Дышать в ней изумительно приятно. Очень крутая маска по комфорту. Мне кажется, она очень-очень стильная. Здесь такой немножко синтетический материал. И давайте на другой покажу, потому что там внутренность такая же. Здесь полностью такая, как хлопковая ткань. И есть фильтр. То есть вы можете покупать и сюда вставлять. Очень удобно. И, повторюсь, стирается нормально. У меня вот со всего, что у меня было. Почему эта маска такая потерпевшая. Единственный тон, который в ноль не отстирался до этого маска. После каждой носки могла быть как новая. Это Catrice True Skin. И очень жаль, потому что, ну как бы, окей, я пачкаю маски. Но у меня там жидкие, что у нас, румяна. Всё отстирывалось, ребят. Вообще всё. Тут этот дурацкий Catrice True Skin у меня испортил эту шикарную маску. Но маску советую. Она не сильно, видите, прижимается. Она как бы по моей голове. Но при этом она мне нигде не жмёт. Опа. Посмотрим, как макияж выглядит после маски. Нормально. Заодно тест того, что у меня сегодня на лице. Спойлер. У меня тут есть кое-какие новые продукты, которыми я не сильно довольна. Но они под пудрой. И вторая маска. Ребят, не буду натягивать на себя полностью. Потому что, видите, она чистейшая. Я её ношу в дни, когда я без макияжа. То есть у меня есть одна маска, которую не жалко. И которую я ношу вот просто, когда иду гулять, там, не знаю, за хлебушком. Здесь уже чисто значки Акацки, без шаринганов. Ага, что-то я вам тут обманула. Шаринганы тут разные. Вот. В разной стадии. Там, где просто шаринган, мангикё и какой-то там ещё шаринган есть. В общем, вот такие маски. Они по качеству фактически одинаковые. По строению тоже. Просто дизайн отличается. Если вы захотите заказывать маску с Али, настоятельно рекомендую именно вот в таком формате, где есть затяжечки, по фото на Али. Это всё можно различить. Цена адекватная. Носится отлично, стирается отлично. Я собираюсь заказывать новые маски только там. Потому что, когда первые локдауны грянули, у меня были маски с Инстаграма. И они, во-первых, быстрее выходят из строя. Они плохо переживают стирку. Я имею в виду, если сравнивать с вот этими прекрасными масками, очень реально от души совет. Не обязательно брать с анимешным каким-то принтом. Там есть на выбор, знаете, что хотите. От котиков до единорогов и чего-нибудь более лаконичного. Оплачиваю я все заказы, ребят, с карты банковской. Без проблем у меня оплачивалось как с привата 24, так и с монобанка. Всё комфортно. Главное посмотреть, какой у вас лимит по оплате в интернете. В принципе, если у вас гривневая карта, всё работает. С этим проблем нет. Основной акцент в этом видео у нас на одежде, на всяких таких штучках, которые именно для жизни. Те, что вы видели у меня в Инстаграме. Потому что вы спрашиваете в Инстаграм, а мне вот это всё долго объяснять в сторис, как-то не сильно хотелось бы. Да, и очень мне понравилась идея подобного видео. Поэтому хочется, знаете, всё детально рассказать. Ох, сегодня настроение болтология на максималках. Кто не любит, когда я болтаю, пардончи, я не собираюсь останавливаться. Продолжаем тематику улицы. То, с чем можно пойти на прогулочку, это шоперы, ребят. Я подготовила два шопера. Опа! Я поэтому сделала закадровую съёмку, чтобы вот так вот перед вами не сидеть. Начнём с хорошего. Шопер с Наруто и Саски. Очень приятная ткань. Она такая, как вязаная, стёганая. Я не знаю. Но она крепкая. Я с этим хожу в АТБ. И всё замечательно. Ручки держатся, запаха нет. Если вам не важно, какая-то супер эстетика, потому что если вглядываться вблизи, то принт может казаться там каким-то чуть размытым. Но мне, как для походов именно за продуктами, но при этом, чтобы ещё приятно было носить, вообще просто бомба, я считаю. Конечно, у меня были шоперы и получше с таких стационарных магазинов. Сенса я очень сильно любила. У меня был шопер с надписью Депресса. Но вот эти шоперы с Эли, знаете, их не жалко. Если вы берёте какой-то дорогой шопер с Кожзама, например, сейчас модные были в Инстаграм, то у меня в голове постоянно, блин, Маша, сейчас пойдёшь, там себе хлебушка купишь или икры кабачковые, она у тебя там порвёт эту сумку. А здесь, знаете, закинул на плечо, пошёл, и он довольный, как так. Второй шопер менее радужный, потому что у него есть дефекты. Продавец мне денёжку не вернул. Но, с другой стороны, сумка-то целая. И здесь очень классный принт. Ух, у нас сегодня не видео, а потрясающее что-то в кадре творится. Есть такая осьминожка. У меня принт в себя просто влюбил. Но, ребят, здесь есть пятна от краски. И когда он мне только пришёл, я его сразу выстирала с ванишем, с достаточно мощным таким очищающим средством. Но это именно, видимо, производственная какая-то фигня. Вот здесь видно, как будто, знаете, краской что-ли-то обляпали. Или, возможно, когда печатали вот эту часть, она как-то сюда попала, знаете, соскользнула. И оно всё вот, оно так и осталось. Сдалека этого не видно. Я вот когда по улице хожу с этим шопером, мне нормально, опять-таки, за продуктами куда-то. Я люблю очень разный стиль в одежде одевать, поэтому иногда мне хочется вот такую осьминожку. Иногда мне хочется саски с Наруто. И, в принципе, вот в таком формате меня не сильно тревожит, что здесь есть какие-то пятна. Однако, если вы заказываете с Али, это как раз вот те моменты, которыми вы жертвуете. То есть вы там сэкономили, этот шоппер недорогой, доставка была бесплатная, но вот пришло с пятном. Я таким не брезгую. Знаете, есть пятно, есть пятно, я себя носить буду. Если вы, ну, как бы это сказать. Я не то чтобы осуждаю как-то таких людей, у меня просто есть такие знакомые, которые, я знаю, что если бы им пришла такая сумка, они бы просто это не одели, передарили или бы выкинули. Ну, я таким не брезгую. Повторюсь, мне нормально. Если вам тоже нормально, то шопперы советую. Много вопросов вызвал Аббатур. Вы думаете, кто такой Аббатур вообще? Это новый житель нашего канала. Справа от меня Берлиоз, прелестный котик, которого мне муж подарил. И слева от меня вот этот малыш. Это Аббатур, новый житель канала, которого я сама себе подарила. Так что был у меня опыт, заказываться ли даже мягких игрушек. Вот такой малыш. Чего минус для меня? Я думала, что он будет больше. И вообще-то он не должен был быть у нас на фоне. Я должна была с ним спать. Я очень люблю с мягкими игрушками засыпать. Но Аббатур оказался значительно меньше, чем я предполагала по картинкам. И теперь он будет жить у нас на фоне. Так как я просто души не чаю в динозаврах, я решила, что это что-то нелегально милое. У него еще и цвет очень красивый. Поэтому если вам для деток нужны какие-то игрушки, то на Али вот можно даже игрушку недорогую, но красивую взять. По размеру, ребят, ну тут мою голову, ну нет, вот как по локоть, да, от ладошки по локоть. Я расстроилась изначально, что он оказался меньше, чем я бы хотела. То, что спать с ним не так удобно. Но для фона то, что нужно. Так что вот поприветствуйте Аббатур. Я думаю, что одежду Цесаря мы оставим на сладенькое, на финалочку. Потому что это самое милое, наверное, что я заказывала с Али. И там тоже есть свои нюансы, особенно по размерам. И вначале я вам продемонстрирую мои удачные покупки именно одежды с Алиэкспресс. Не так уж и мало я заказала уже. Так, смотрите, у меня есть рубашка, у меня есть, как это называется, худи. У меня есть футболка, но футболка не очень удачная, поэтому я вам ее сегодня показывать не буду. И кимоно, которое очень многим понравилось в Инстаграм и в сторис и в посте, которое я выкладывала. Давайте с кимоно и начнем. Кимоно у меня хранится вот в таком виде. Сейчас я вам быстренько покажу и вставлю то, что я вам наснимала. На мой рост у меня метр семьдесят шесть. Оно чуть-чуть ниже колена. Я так подозреваю, что если вы пониже, то вам оно будет еще более такое объемное. Здесь один размер, как бы единый. Очень комфортно. Идет вот такой поясочек и само кимоно. На лето это одна из самых лучших накидок, которые я вообще когда-либо встречала. И, если честно, из всего заказа Али, который у меня был за этот год, это одна из самых качественных вещей. Без шуток, изумительное кимоно. Оно приятное к телу. Оно очень дорого выглядит. Оно само по себе тоже не дешевое, потому что для меня, знаете, после всех моих там сережек за двадцать шестьдесят гривен, ну, двадцать и шестьдесят гривен. То кимоно я прям такая, ииии, дороговато. Но решилась, потому что отзывов было очень много, отзывы были хорошие. И, конечно, очень жаль, что лето закончилось. Но я думаю, если вы закажетесь и такое кимоно, и до следующего лета потерпите, то вы будете его носить просто с удовольствием. Или вам, например, в отпуск зимой захочется, в Египет куда-нибудь, в жаркие страны. Это кимоно от души. Просто хай рекоменд, лучшая покупка ever. Я теперь его храню. Цезарь уже, конечно же, успел сделать на нем затяжки, но бог с Цезарем. Ему все можно, он царь. Здесь журавлики. Кимоно тоже есть в разных расцветках. У меня вот такое, относительно традиционное в японском стиле. Очень мне нравится. Так вот так вот подниму. Видите, принт очень-очень качественный и детальный. Далее у нас идет более актуальная история под осень. Это худи утепленное с принтом Курамы. Здесь то, что у Наруто на пузике и получается печать для динчурики и сам Курама, который прорывается. Ох, как же мне нравится принт. Принт видно, что как бы не самый топовый по качеству. Возможно, будет трескаться. У меня пока живет все окей. Все на месте. вставляю, что я там для вас наснимала, как это выглядит на теле. Уже не один раз вы могли видеть это на мне в инстаграм. Очень хороший, но у мужа было похожее худи тоже с Али. Получается, он его покупал вообще очень давно, когда мы сюда с ним не были знакомы. И это худи долго носится, оно приятное. Здесь внутри флисик, подкладка просто как, не знаю, облачко носится, невероятно. Но катается катушками. Особенно если вы возьмете такой же оттенок, как у меня, какой-то такой бежево-персиковый-желтый, то на нем, очевидно, будут гораздо быстрее видны вот эти все катушки. Ну, под вопросом. С другой стороны, если посмотреть, то как для худи, которое теплое, приятное и классное, не так уж и дорого получается. Однако, ребят, момент. При оформлении заказа, вы когда выбираете оттенки, там вот этот цвет был написан как беж. И я хотела такой холодный бежевый оттенок. Ну, или не холодный, просто хотя бы бежевый. Но здесь, очевидно, он желтый. Это желто-персиковый какой-то потон, просто цыпленочек. Не знаю, насколько камера улавливает этот цвет. В жизни, мне кажется, он еще более желтый. И меня поначалу это очень сильно расстроило. Мне показалось, что у меня такой цвет вообще не к лицу. Но уже свыклась и ношу с удовольствием. Поэтому будьте внимательны. Все, что на Алиэкспрессе типа беж, особенно за ниже 300 гривен, то будьте готовы к тому, что это будет что-то вот такое желтое. Возможно, лучше заказывать что-то более нейтральное, с чем вы не промахнетесь. Там белый, черный, красный, а то бежевый по версии китайцев выглядит вот так. Следующая покупка имеет целую свою историю. Мы с мужем ходили кушать рамен во Львове. И я как раз была в Панамке с учихой. У меня есть такая. Потом в каком-нибудь следующем видео вам покажу. И заходит девушка, а у меня зрение на один глаз минус 2,5, на другой минус 0,5. То есть я вижу так себе. У меня есть очки, но я их в жизни не ношу. Мне как-то неудобно, а стоило бы уже носить. Ну, суть в чем. Заходит эта девушка, и я вижу, что на ней что-то такое интересное одето. Но я же далека не вижу. И муж еще меня подначат. Говорит, да там у нее блич нарисован. А я блич тоже как бы очень сильно люблю. Но не так сильно, как Наруто. И я же сижу такая. Что? Что? Что же там у нее? Так интересно-то. Думаю, Маша, пошли в туалет. И я такая иду и смотрю уже, подхожу, что же там на ней где-то. И на ней эта рубашка, которая теперь у меня уже тоже есть. Я умудрилась ее нагуглить. Я, конечно, не стала. Я думала, вначале, может, я с потешка сфоткать и потом сделать поиск по фото. Но решила сталкерством не заниматься. Все-таки это чужое личное пространство. И вообще это, наверное, наказуемо. И я просто вбила ключевые слова и нашла рубашку, которая меня повергла просто до самой глубины сердца, души, что у меня внутри там может быть. Рубашка, ребят, Саски и Наруто. Причем здесь не просто какие-то рандомные кадры. Здесь фактически целая глава из манги, где они на водопаде дерутся. Это, наверное, конец войны. Как ее там? С Кагуей, короче, когда они сражались уже, фактически, финалочка Наруто Шипун Дэн второго сезона. И здесь можно рассмотреть всю битву на водопаде. Розенган, Чидори, как они там что-то разговаривают. Не знаю, что-то написано, но не на корейском. Простите, из азиатских языков только корейский нормально знаю. Но, вдруг кто-то есть японисты, китаисты, фиг его знает, на чем оно, скорее всего, на японском написано. То, вот, можно прям даже почитать. Тут надписи есть и картинки. Вот, благодаря одной какой-то рандомной девочке я смогла найти просто рубашку своей мечты. Она реально изумительная. Я чисто как фанат сейчас говорю, потому что, если немножко остудить голову и убрать мою любовь к Саске-Куну, то качество рубашки припаршивенькое. И если бы я не была адским фанатом Наруто, то я бы сейчас очень сильно расстроилась, но не сейчас, когда посылку забирала. рубашка синтетика наверное одна из самых худших синтетик, которые я встречала. Вот даже звук слышите? Как пакет. Но для фото, видео и вот так как она у меня на Риэле в комнате висит, я ее рассматриваю просто кайф-кайфушный. Поэтому для трушных, так скажем, фанатов Наруто однозначно советую. Обязательно все скрины прикреплю, чтобы вы смогли это найти и не искали как я ручками. Но если бы чисто по качеству, то конечно да, здесь ни о каком качестве говорить не стоит. Мне кажется, что если бы они даже поставили цену там на 100 гривен дороже, но с тем же принтом сделали адекватное качество хлопковое, эта рубашка была бы просто самой лучшей находкой всей моей жизни. Я бы наверное ее не носила, на нее только смотрела и вот так вот типа божечки. Вот этот плащ-палатка, по-другому я не назову качество подобной рубашки. Поношу я конечно, летом вы в запрете в подобной ткани, но для канала буду видео для вас снимать и радоваться. Что ж, перейдем уже к покупочкам для Цезаря. Я думаю, что как для первого экспериментального видео такого формата я вас и так уже заболтала. Первое, что мне пришло, это вот такая кофточка. Сейчас я вам тут давайте немножко вбок отсяду. Кофточка оказалась Цезарю вот эта великовато. Это размер XL. У меня здесь версия с клубничкой. У этого продавца еще был кабачок. Нет, синий и фиолетовый. Это баклажан, авокадо. В общем, я решила, что Цезарь это клубничка и кофточка очень мягенькая. Ребята, я бы сама с такой тканью кофту носила. Просто, знаете, такой классный плюшевый какой-то свитерок бы был. Здесь хорошие швы. Здесь все такого адекватного качества. Но как бы размерчик. Очень сложно понять, что, кому и зачем. Цезарь у меня где-то 5,5 кило весит. И я специально читала очень долго комментарии к заказам вот этих вот плюшевых кофточек. Люди писали, что у кого 6 кило котик, то тоже брали XL. Это, по-моему, сфинкс у кого-то такой габаритненький был. И я думала, о, ну все, я переживала, что Цезарь не влезет. А то у меня он тоже такой не худой пацан. Знаете, надо было меньше переживать. Очень жаль, реально кофта класснючая. Но великоватая, поэтому Цезарю не сильно комфортно. Я посмотрим, буду ли я зимой на него это все одевать. Я заказала Цезарю эти кофточки, потому что в новой квартире во Львове у нас здесь очень прохладно, у нас не солнечная сторона и даже вот в конце августа мы уже кутались и в пледики, и в махровые халатики, поэтому я думаю, что мы кутаемся, а кот мерзнет. То мы его в свитер мужа закутывали, решил, что пусть у него свои кофточки будут. Поэтому очень советую по качеству вот это вот изделие. Но я уже заказала точно такой же на Эмочку, потому что этот конкретно больше Цезаря. В расцветке оранж, это апельсинчик. Посмотрим, когда придет. Если будет маленький, то что еще раз заказывать Эльку, я уже, знаете, забью на это дело. Ну, в общем, да, качество суперовое, с размером, надо как-то сидеть и гадать. Следующая Цезарева находочка, то, что я уже попала в размерчик, по-моему, это Эль. Слушайте, ребят, наверное, и то, и то Элька, что я вам с этой Элькой уже переборщила. Ну, на скрине будет видно, какие тут размеры я заказывала, но суть в том, что мне вначале пришла розовая кофточка и вот эта зеленая была заявлена точно такого же размера, но вот это на него село прям идеально. Это костюмчик то ли дракончик, то ли динозаврика. Вот тут у него есть на спинке такие штучки, они, кстати, Цезарю не мешают, они вот тут как бы такие остренькие кажутся, но Цезарь ничем не ранится, то есть это все окей. Хвостик есть для лапочек, нижних лапочек проход, верхних, чуть-чуть тут вообще раскидываюсь, вот смотрите, как это все выглядит. Ему нравится в этом костюме намного больше, чем в розовом, возможно, из-за того, что здесь задние лапки также натягиваются, а в том костюме больше как для собачек, просто как бы на талии такой вырез. Для котиков, мне кажется, такой формат выпуска гораздо комфортнее и прикольно, что есть капюшон. Цезарь, когда засыпает, он часто любит спать днем, например, если я играю в компьютер или вообще просто что-то делаю, там монтирую, ему светит в глаза и, знаете, он такой, мэй, просыпается, что-то там посмотрит, опять уснет. И когда есть капюшончик, он у него так на глаза и у него, знаете, свет выключили, все, он все дрыхнет и отдыхает. И костюмчик, который вы ждали больше всего, столько вопросов просто поднялось, когда Цезаря вы увидели в костюме ламы. Это не Али, к сожалению, но производство тоже китайское. Это Сенсай, магазинчик есть оффлайн и во Львове, и в Киеве. Я в Киев, когда ездила, приобрела, были большие скидки, есть онлайн-сайт этого Сенсая. И, конечно же, я говорю о костюме ламы. На этикетке было заявлено, что это как для кошечек, так и для собачек, но, ребята, это Элечка, по-моему, даже не Эксель. Я тут не обрезала этикетку или обрезала. Ну, в общем, для Цезаря это прям огромное. Мне кажется, что это можно было бы на бульдожку смело натянуть, на коржана какого-нибудь. То есть, учитывая, что Цезарь у меня парень такой габаритненький, то для него это прям много. И я его не мучаю, я не заставляю его ходить вот этим вот просто балахоне. Однако, эта штучка очень мягкая и очень приятная. И Цезарю нравится по дней спать. То есть, мы это используем для него как пледик. То есть, вот так вот это все разворачивается. Здесь тоже есть капюшон. Так я вам показываю, что-то видно. Вот, разворачивается. Можно сюда лапки закутать, если он дрыхнет. И вот так вот ему личико от этой ламы и прикрыть. Поэтому покупка не то чтобы совсем бесполезная, но, к сожалению, из-за размера, а это был самый последний костюмчик вообще возле кассы. Я случайно уже шла, что я для себя купила в Сенсайе и смотрю, что это для животных висит. Схватила. Реально, самый-самый последний. Он был на большой скидке. В Сенсайе на скидке. Не знаю, сколько ребят без скидки. Костюм стоил 80 гривен. 84 с копейками. Поэтому окей, будет для Цезаря пледик, но очень жаль, что он ему такой огромный. Поэтому для видео, конечно, я когда там его держу, то я могу как-то контролировать этот костюм. Но если вот его просто одеть и пустить по комнате, пройти, то он с него будет сваливаться. Знаете, очередной вывод, что не все-то в интернете то, чем кажется. Я тот человек, который очень любит в Инстаграм создавать какие-то атмосферные снимки. И как никто другой знает, что можно в кадре выстроить вообще все, что угодно. У меня на квартире, где я жила, был не очень свежий ремонт. И где мы сейчас снимаем, здесь вообще не евро и все такое. Поэтому я, когда делаю контент дома, я, по сути, делаю из говна конфетку. И я тоже, как никто другой, знаю, что скрывается за кадром. Поэтому, ребят, очень классный костюм, но, не знаю, только если у вас, наверное, собака, а не котик. И вообще, сможете ли вы его найти в этом Сенсайе, кто знает. Можно попробовать на Али по фотографии вот это тоже обнаружить. Ну, или вбить, типа, кот там, костюм Лама, собака, костюм Лама. Если на Али оно есть, оно вам покажет. По поводу поисков на самом Али, здесь очень важный момент, чтобы вы не кидались на первую открытую ссылку, на первую открытую страничку. Я сейчас делаю полностью заказ с мобильного приложения. Это точно такой же сайт Алиэкспресс, только все, что вы делаете на сайте через браузер, там, на компьютере или ноутбуке, вы можете сделать через телефон, и мне через телефон реально удобнее. Очень комфортно, и как-то все более юзер-френдли, понятно. Поэтому, если вы открываете что-то, гуглите тот же, вот давайте возьмем на примере костюм Лама, вам откроет куча продавцов, то есть, когда вы видите на Алиэкспресс кучу одинаковых картинок и думаете, что это столько раз его продают, еще и по разной цене, то это просто разные люди, разные продавцы его ставят. На Алиэкспресс нету, точнее, я не сильно разбираюсь, как это внутри происходит, но, в общем, каждый может ставить цену, которую хочет. Кто-то может поставить костюм там за 100 гривен, а кто-то за 300, ему ничего не скажешь, потому что он поставил, да поставил, если кто-то купит, окей. Важно смотреть, внизу есть подпись, сколько раз вещь была продана, показатель того, что ее продают. Также можно зайти в этот магазин, кликнув, и внизу отзывы посмотреть, если кто-то приобретал. Я обращаю внимание на отзывы, там можно выбрать фильтр с фотографиями, особенно, если это есть отзывы с Украиной, читаю, что для меня критерий, если кто-то пишет, на какую почту приезжала, там новая почта или Укрпочта, сколько ехала и в какой город, если такие отзывы имеются. По поводу того, на какую почту ваша посылка придет, там тоже не какой-то магический рандом срабатывает. Когда вы оформляете заказ, вы выбираете, чем у вас будет доставка, там Каньяо, Супер Экономи, Алиэкспресс, Сейвер Шиппинг, Алиэкспресс, еще какой-то Шиппинг, и я вот сколько, ребят, заказов сделаю, до сих пор не могу запомнить, какой из вот этих вот видов доставки на какую почту приходит, потому что, по-моему, Сейвер Шиппинг, если я не ошибаюсь, чаще всего приходит на новую почту, если это Каньяо, Супер Экономи, это почти всегда Укрпочта, очень редко срабатывает, что перенаправляют на новую почту. Чем больше я стала заказывать, у меня сейчас какой-то там золотой уровень этого пользователя, мне много посылок, группируют в одну, и я просто на эти заказы разных продавцов могу забрать одной большой посылкой, и на новой почте просто один трек-номер вам приходит, очень удобно, вначале приходит уведомление, что на ваше имя едет международный заказ, выберите отделение, на которое вам его доставить. Я вначале в Киеве имела такое отделение, сейчас перенаправила во Львов, и мне просто на одно и то же отделение всегда приходит моя посылка. Если это Укрпочта, то по вашему индексу, который вы указываете в профиле, точно так же определяют, именно по индексу, они как-то там сами решают, но это не прописка, это от вашего района, есть определенная Укрпочта, которая связана с вашим индексом, и туда и кидает посылку. На Укрпочте для получения посылки нужно паспорт иметь и трек-номер, обычно на Вайбер либо смс-ка, и вам приходит подтверждение, что посылка уже на почте. Не советую ребят на Укрпочту приходить моментально, например, моя Укрпочта просто в пяти минутах ходьба от дома, и если у меня приходит уведомление, что посылка уже там, на месте, то не стоит бежать, на Укрпочте эти бедные бабуленьки, которые там работают, у них еще и условия ужасные, ни кондиционера, ни нормального отопления, зимой холодно, летом жарко, они просто со скоростью черепашечки это все фасуют, и даже если они пикнули, что посылка в самом отделении, не факт, что вашу посылку в коробке миллиона других посылок обнаружат, то есть у них там как это Укрпочта происходит, я просто столько раз с ними уже ругалась, я у них уже спрашивала, типа какого хрена, у них есть, грубо говоря, куда все сваливается, типа вот Китай, Украина, там еще какие-то страны, и потом уже другой сотрудник берет и фасует там посылки определенного габарита, посылки по определенному адресу, и у них там типа 1, 2, 3, 4, 5, 6 какие-то эти ящички, и уже по этим ящичкам отдельно эти посылки кидаются, и вот пока вашу посылку по этим ящичкам не раскидают, вы придете, и вам скажут, ой, ваша посылка в отделении, но мы ее еще не отсортировали, поэтому идите гуляйте там часик, поэтому если вам приходит, например, и вы свободны, и вы готовы, о, мне что-то пришло с Али, и то, что вы обычно очень долго ждали, да, я знаю, ребята, это чувство, потому что когда вам приходит что-то с Алиэкспресс, если она еще долго ехала из-за там таможни, например, вы просто такой на крыльях любви, такой, сейчас я получу свою игрушечку, сейчас я получу свою рубашечку, шоппер или маску, и такой облом. Лучше подождать час-два или вообще на следующий день прийти, тогда ваша посылка точно будет отсортирована, вам нужно будет только выстоять прекрасную очередь на Укрпочту, и все, и вам сразу выдадут по паспорту без проблем, там, вставить роспись и погнали. Вот такие моменты, конечно, не знаю, ребят, как в России, в других странах, но Укрпочта в Украине, это, конечно, сущее зло, а ты вообще самое плохое место на земле, я очень сильно радуюсь, когда мне посылки перенаправляются на новую почту, если вы оплачиваете заказ на Али, то на почте вы ничего не платите, ни на новой, ни на Укрпочте, потому что за доставку вы оплачиваете при оплате товара, либо там бесплатная доставка, я так понимаю, в счет китайского продавца, либо, ну, как бы, все, заплатили, приходите и забираете. Как-то я вот разговорилась, и, знаете, не знаю, за что хвататься, мне кажется, я могла бы еще час вам тут про Али этот трындеть, думаю, давайте на этом закругляться, и так, очень много было информации, надеюсь, что для кого-то она была полезной, дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам подобное, рассказывать ли мне, возможно, что-то более детальное, или просто периодически выпускать видео, где я буду вам показывать, типа, вот, купила вот это, вот это, вот это, вот это, классного качества, тут ожидание, реальность, а вот это брать не стоит, в общем, жду от вас очень сильно важно, рассказывайте, заказываете ли вы что-то с Али, был ли у вас такой опыт, довольны, вы недовольны, возможно, у вас тоже какие-то посылки так и не дошли до вас, пообщаемся с вами внизу в комментариях, буду очень рада, ребят, вашей поддержке, чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх, подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео, а нам с вами, до скорых встреч!